Президент Соединенных Штатов дал зеленый свет биткоину. 9000 подписчиков, друзья, это нереально круто. Большой вам за это респект и спасибо. А на втором канале нас все еще 36000 подписчиков и просмотров гораздо меньше, поэтому, ребят, тут такая бесценная информация. Не просто тузымунные стрелочки вверх, как я вам рисую, а реально ончейн аналитика, крутые интервьюшки и так далее. Поэтому прямо сейчас нажмите на паузу и подпишитесь на наш второй канал. Ну а мы начинаем. Погнали. Итак, что мы можем сегодня видеть по рынку? На самом деле очень интересные вещи происходят. Смотрите, глобально биткоин движется у нас наверх, да, начиная с марта 2020 года. Если кто этого не видит, то вот, как бы график это показывает достаточно наглядно. В логарифме мы движемся внутри вот этого канала, из которого мы сейчас вывалились ниже. И в линейной шкале тоже, соответственно, этот канал выглядит более экспоненциально. Мы вывалились из него вниз, так же, как вываливались из него здесь наверх. То есть что это нам говорит? Что здесь у нас был спекулятивный памп относительно средних значений, да, а здесь у нас происходит спекулятивный дамп относительно, опять же, средних значений. Поэтому я лично не знаю, как вы, но я жду биток снова выше 70 тысяч долларов на новый all-time high и туда уже на шестизначное значение в ближайшем обозримом будущем. Теперь, что хочется еще отметить. Сегодня в Telegram-канале делал пост интересного твита от товарища T-Analyst. Поэтому, кстати, обязательно проверьте, чтобы также были подписаны на наш Telegram-канал, ссылка на который тоже в описании. Смотрите, что он говорит, что каждый раз, когда на S&P 500 получался крест смерти или Death Cross, то есть 50-й мувинг пересекал 200-й, каждый раз в корреляции с биткоином это означало дно биткоина перед следующим массивным бычим рынком. Посмотрите, дно медвежьего рынка 2015 года, дно медвежьего рынка 2019 года, биткоин пошел наверх. Второе дно этого медвежьего рынка, Corona Dump, снова крест смерти. И сейчас у нас снова крест смерти по S&P и снова потенциальное дно биткоина. В это может быть трудно поверить, когда вокруг все так медведят. Но, как я вам уже показывал в прошлом выпуске, вот этот вот скрин. Цена биткоина в соответствии с индикатором Reserve Risk, это он Chain-индикатор, тоже нам сейчас показывает, что мы в зеленой зоне, то есть в зоне максимальных возможностей. Как вы можете видеть, на дне графика всегда у нас этот индикатор фигачит зеленым. Так что, я не знаю, вы тут сами все видите, я просто вам даю информацию, я просто вам даю факты, голые факты, вы можете сами их интерпретировать как хотите. Так, смотрите, более локальная картина. У нас не очень, скажем так, быча на дневке, потому что, смотрите, у нас сетка EMA Ribbon снова загибается в медвежью сторону, как мы можем видеть, да, как это было вот здесь, после чего последовало сильное снижение. Но, возможно, что и как это было вот здесь, обратите внимание, тут была ложная попытка загнуться, да, дамп под нее, и после этого резко мы выстрелю вверх. То есть сейчас лично я жду чего-то вот такого, что мы резко выскочим сейчас из-под нее вверх, куда-нибудь на 50 тысяч, на 54. Она снова станет бычья сетка, там все зашартят вот в этой зоне, и мы улетим дальше выше выбивать уже их стопы и к новым хаям. Это мой вариант развития событий, вы скажете, он очень позитивный, но если вы отдалитесь в долгосроке, на месячном таймфрейме, то вы поймете, что ничего вообще сверхъестественного я тут вам не нарисовал. Опять же, в логарифмическом масштабе, вот, у нас биткоин такое делает сплошь и рядом. И если учитывать, что мы от предыдущего all-time high в сравнении вот с этим разом вообще еще недалеко ушли, то есть мы сейчас, грубо говоря, где-то вот здесь проторговываемся. И вполне себе возможно, что нас еще ждет вот примерно 3 или 4 хорошие такие зеленые месячные свечки, как раз куда-нибудь на 150, а то и на 200 тысяч долларов. И в линейной шкале это будет выглядеть, скажем, вот так. Вполне себе, причем если вы сравните с графиком какого-нибудь того же сэндбокса или маны на недельном таймфрейме, то там тоже такие же медвежьи дивергенции, медвежья ловушка, загон хомяков в шорт, и потом супер резкий мегапамп. Поэтому, в принципе, если что-то такое будет, не удивляйтесь, и главное, вовремя разгружайтесь тут, если вы увидите такие свечи, потому что потом будет такой же супер мегадамп. Потому что здесь хомяки и спекулянты, которые сейчас вышли с рынка, они снова зайдут и будут говорить, что уже биткоин никогда не упадет. А пока вам говорят все сплошь и рядом, что биткоин упадет, это лучший сигнал на лонг, ребята, по моему опыту. Говорю вам сам, что я думаю, что я вижу, что я делаю. Смотрите, на месячном таймфрейме как идеально мы удерживаем сетку EMA Ribbon как поддержку. Ни разу еще ее не пробили. Если вы обратите внимание, в медвежьих рынках предыдущие разы мы опускались в ниже в нее и отскакивали от нижней границы. Сейчас мы пока еще не опустились в нее, если не считать вот эти тени. Поэтому говорить о медвежьем рынке как минимум рано. Поскольку если мы сейчас улетим наверх, то и сетка подрастет, и тогда и медвежий рынок будет позже. Примерно сюда, где сейчас мы и вернемся. Ну да ладно, поговорить хотел с вами больше об альткоинах, потому что смотрите, что происходит с доминацией. Доминация BTC валится. Несмотря на то, что у нас тут желтая точка на сайфере, но как я вам говорил, это месячный сайфер, это очень сильный сигнал, но он отработает, грубо говоря, через полгода где-то он может отработать. Когда мы можем сходить еще ниже и потом улететь сюда. И это будет медвежий рынок крипты и бычий рынок для биткоина по сравнению к альткоинам. То есть это будет медвежий рынок биткоина, но еще более медвежий рынок, скажем, для альткоинов. Поэтому это отработает, но не прямо сейчас. Не стройте иллюзий. А сейчас мы видим, что мы входим в локальный альтсезон. И я думаю, что это будет кульминационная финальная фаза альтсезона, типа как была вот здесь вот в 2017 году, когда мы вроде все уже дно, дно, зеленая точка, но после этого мы сделали бам, и в итоге вернулись туда-обратно. То есть я жду чего-то такого с пробитием вот этого дна, с финальным импульсом, кульминационным импульсом альтсезона и потом уже возврату к средним значениям там и куда-то дальше. Вот, потому что смотрите поближе, если мы взглянем на это дело, то мы видим, да, что доминация-то валится, и сетку она 12-часовую испытывает как сопротивление. Красный money flow, все здесь идет вниз, никаких вообще предпосылок на разворот нет. 4-х часовик. Есть, конечно, две желтые точки вот здесь и здесь, но на 4-х часовике, как вы знаете, третья желтая точка, как правило, отрабатывает. Не раньше, даже на дневке бывает третья. Короче, я думаю, что мы летим по доминации вниз, соответственно, что мы видим по движению многих альткоинов. Посмотрите сами, альты к биткоину продолжают зеленеть, причем даже старые альты, которые я смотрю на полониксе. EOS, который я упоминал недавно в выпуске, по-моему, 2 дня назад. И вот посмотрите, как он хорошо пошел за последние пару суток наверх именно к биткоину. И это только один пример. Ripple тоже сделал это чуть раньше. Bitcoin Cash тоже выдал плюс 12% к биткоину чуть раньше. И я, собственно, продолжаю держать все свои лонги на Bybit. Очень мне нравится эта биржа. Если вы до сих пор не знаете, как на ней торговать, посмотрите видеообзор, который сейчас появится у вас вот там. Ссылку на Bybit найдете, естественно, в описании этого видео, как и на все другие хорошие биржи и рабочие обменники. Собственно, вот. Какие лонги я держу? Это EOS, который я позавчера только открыл. Небольшим объемом. У меня немного было монет EOS. Я их загнал в инверсную маржу. Открыл лонг по EOS. И вот в инверсной марже, чем хорошо я получаю профит, тоже в EOS. Делаю больше монет. Тут мы с вами смотрели, что мы отскочили от локального уровня Fibonacci 78,6. Прошили золотой карман, прошили 0,5 уровень. И сейчас упираемся практически в 0,38 уровень. Вот сейчас, кстати, я думаю, локально, краткосрочно, можно чуть-чуть подразгрузить позу тем, кто торгует это именно intraday. Но тем, кто торгует это долгосрочно, вот у нас есть другая FIBA, которая натянута от предыдущего локального high. Более глобальная FIBA до локального low. И по ней мы видим, что нам еще на самом деле лететь и лететь с вами. 0,23 уровень 5 долларов. 0,38,2 это 6 долларов 80 центов. 0,5 уровень это 8 долларов 30 центов. И 0,61,8 в золотой карман это практически 10 долларов. 9 долларов 87 центов. Поэтому, ребят, в принципе, если вы долгосрочник, то цели куда-то туда по EOS. И он, как мы видим из практики, это делает легко на раз-два. После такого накопления он просто берет и выходит вот таким вот образом. И это здесь уже скорее похоже вот на это. И EOS плюс-минус готов к полету. Ну, это так, короче, тоже все о фантазии. Может быть, конечно, все что угодно. Но я пока держу как EOS, так и биткоин, эфир, XRP-шечку. По XRP тоже ближайшие цели, вот мы рисовали, это 0,84 или даже 0,86 долларов. Так что, я думаю, тут буквально ждать осталось недолго, друзья. Может быть, небольшой сквиз вниз. Может быть, и без него. Но в целом XRP-шечка, я думаю, скоро ударит по цели. И это, опять же, ближайшая среднесрочная цель. А в долгосроке точно так же отдаляемся и смотрим. И понимаем, что тут поле непаханное просто по риплу. Кидаем фибу от локального пика к локальному минимуму. И видим, что тут у нас цели с вами. Ой-ой-ой, какие интересные. Та цель, куда мы сейчас бьем, это всего 23 уровень, 86 центов. 0,38 уровень это 1,07. 0,05 уровень это 1,23 доллара. 1,23 доллара. И золотой карман это 1,40. Ну а дальше 0,78 это 1,67. И полетели пробивать all-time high. То есть тут по риплу тоже, вы знаете, как он резко двигается. Можно не успеть впрыгнуть. Поэтому лучше уже сидеть в ракете, ребята. Тем более, что у нас тут было такое наклонное сопротивление, которое мы недавно пробили и точно отретестили как поддержку, ребята. И сейчас собрались от него отлетать. Поэтому тут по риплу, конечно, тоже все очень интересно. Поэтому всем риплу-то-земунерам желаю терпения. Думаю, что ждать осталось недолго. Вопрос времени, когда он сделает вот так и закроет все ваши цели. Судя по тому, что падают просмотры, ребята, падают комментарии. Тем более, особенно позитивные комментарии. Пишут всякую медвежью фигню. Я вам хочу сказать, что, судя по этому факту, спекулянты выходят с рынка. А нормальные люди остаются сидеть и ждать своего часа. Что, собственно, и происходит. Обычно спекулянты выходят, и мы начинаем лететь. Битдао. Битдао кто торгует? Я Битдао больше ходлер, инвестор. Но немного тоже сейчас торгую, потому что от локального... Как-то мы тут так натягивали странно. А, по телам. По телам свеч мы натягивали. И получилось, что от 61.8 тоже мы отскочили. Восходящую поддержку удержали. И собираемся прыгать наверх. Тут немного сложнее натянуть глобальную FIB, потому что он ходил вроде как до 3 долларов. Но даже если вот отсюда с момента листинга на фьючерсы померить, то тут, в принципе, лететь ему куда-то на 1.90 или даже на 2.2, даже в рамках коррекции, вполне себе тоже нормальный план. Я думаю, что большинство альткоинов сейчас покажут вот примерно схожий сценарий с очень сильным отскоком. Разве что по Битдао тут есть наклонное сопротивление, которое мы пока еще не пробили и сражаемся с ним сейчас. Поэтому давайте посмотрим, сможем ли мы его пробить. Я поэтому слишком большие плечи не беру. Я думаю, что ретест по нему, вероятно, будет. И можно заходить вот здесь на ретесте и потом только лететь. Что касается Polkadot. Я лично тоже держу Long по Polkadot, несмотря на то, что график у проекта более новый, чем я привык торговать. Всего-то там сколько он? Меньше двух лет, по-моему, торгуется. Хотя сам по себе проект старый. И может он, короче, еще просесть. То есть еще Price Discovery как бы у него вниз. То есть мы не знаем, честно, мы не знаем, где у него дно. Но похоже, что дно где-то близко. Поэтому я держу Long. И смотрите, что интересно. Вот у него вот такое было нисходящее сопротивление на самом деле. И он сейчас как раз тоже отретестил его как поддержку и вроде удержал. Поэтому давайте тут посмотрим, как этот импульс закрепится, продолжится. Если перепишем вот этот локальный хай в 23 доллара, я думаю, это будет подтверждение, то мы летим на Луну. Даже если ниже, вот это локальное сопротивление в 22, ну да, почти в 23 доллара. Если мы его пробьем и закрепимся, то, я думаю, Polkadot ближайшие цели там X2. Или, ну, самые ближайшие цели это вот будет 32 доллара. Это вот этот уровень. Вот, поэтому я держу Polkadot. Но, тем не менее, ребята, есть тут один тревожный сигнал по нему. Это то, что недельная сетка EMA Ribbon, только недавно сформировавшись полностью, развернулась в медвежью сторону. То есть сейчас доту вот на этой зеленой точке, на этой уменьшающейся волне по Cypher'у нужно просто помпануть резко и закрепиться выше, чтобы эта сетка развернулась обратно. И мы говорили о ложном пересечении. Пока вот так вот вижу дот, поэтому много в него не вхожу. Дэш. Дэш, как вы, наверное, знаете, если меня смотрите, очень-очень сильно перепродан. Этого не видно на вот этих локальных фьючах Bybit'а, поскольку они недавно появились. Но, тем не менее, здесь тоже есть пробитое сопротивление, удержанное как поддержку. Я думаю, что здесь правильнее будет, опять же, как-то вот так вот накладывать сопротивление. В таком случае мы прямо сейчас тоже, посмотрите, как все совпадает. Мы прямо сейчас тестируем его как поддержку. И посмотрите, это я не от фонаря натягиваю, вот по всем линиям кривая, которую мы сейчас тестируем как поддержку. И начинаем лететь. Начинаем лететь. Это уровень 61.8 по локальной Fibonacci. Это золотой карман, от которого Дэш отбивается. И в случае успешного старта ракеты по Дэшу одни из самых вообще крутейших целей, потому что он глобально очень сильно перепродан. При этом на месячном таймфрейме у нас с вами зеленая свеча Хайка Наши. Сейчас происходит. Достаточно разворотная свеча. Поэтому я думаю, что если вы хотите ловить истоки тренда, то это скорее всего Дэш. Тем более, смотрите, EMA Ribbon у нас с вами уже год находится в бычьем состоянии. Мы видели Pre-Pump, потом коррекционную ABC волну. И теперь вроде как готова к полномасштабной следующей волне наверх. Поэтому Дэш, еще раз говорю, у меня лично это одна из основных позиций по альткоинам. Опять же, Дэш BTC тоже, обратите внимание, зеленая свечка и зеленая точка. Очень хороший сетап. Супер, самый перепроданный актив, в отличие от Манера, уже ушел гораздо нише своих даже предыдущих лоев 2014 года. То есть, говоря про скидки, это Дэш. Аудио, коин. Давайте посмотрим. Кстати говоря, аудио, чем мне нравится, я уже много раз говорил, это рабочий проект. Это не просто токен с каким-то обещанием, а это действительно уже полноценно работающий проект. Кто не знает, это типа как саундклауд для музыки, только на блокчейне, на крипте замешанный. Вот ссылочка на мой проект, ITS I Think So. Да, кто не знал, Гринни тоже занимается музыкой. Обязательно подпишитесь, ссылка в описании. И также подпишитесь на наш YouTube канал музыкальный, тоже он сейчас появится сверху, вот здесь. Можете там посмотреть наши клипчики. Мы, кстати, давно ничего не делали, но вот сейчас как раз занимаюсь реанимацией этого проекта. Я, собственно, как криптой начал заниматься еще в 2016-2017 году. Немного заморозил свой музыкальный проект, но некоторые релизы тут, синглы какие-то выходили. Полноценный альбом выйдет, надеюсь, что в этом году. В общем, ждите. Вот, проект Аудиос уже подкреплен реально рабочей музыкальной соцсетью. Тут, чтобы вы понимали, очень много людей, прослушиваний, лайков и всего остального. Тут можно токены эти собирать, Metamask подключить. Вон, посмотрите, у меня постоянная активность здесь идет. Так что это не просто какой-то щиткоин, это реально рабочая тема. И он уже был на 5 долларах, на 4 долларах. То есть, вот те, кто ждут такую волатильность от Ripple, обратите внимание, пока Ripple ходит там на 10 центов туда-сюда, Аудио уже сходил на несколько долларов туда-сюда. И вот у него вроде сейчас красный money flow заканчивается. Он показывает свечки там по 10-20% в сутки. И сейчас немного скорректировался. У него абсолютно бычий сетап. Сетка EMA Ribbon бычая. Хороший импульс, коррекция. В принципе, заходи не хочу. Дивера, бычи, все дела. Так что я лично накапливаю аудио. Его можно торговать и с плечом, и на Bybit, и на Binance, и на Femex. На Femex, кстати, он на Spot еще есть. Вот. Так что по аудио даже не знаю, какие тут могут быть цели. Но разве что, наверное, вот это нисходящее сопротивление, это ближайшая локальная цель. В зависимости от того, когда мы туда дойдем. Но это будет примерно 1,70. Вот эта зона. 1,70, 1,60 или даже 1,80. Если прямо сейчас дойдем, то даже 1,90. Примерно вот эта зона, где, может быть, мы встретим локальное сопротивление. Это если для быстрого трейда. А для долгосрочника это накапливать и держать. Потому что тут абсолютно тоже price discovery. Если мы увидим в какой-то момент аудиос по 20 или по 80 или по 200 долларов, то я даже не удивлюсь ничему, ребята. Вот. Вернувшись к битку. На мой взгляд, тут сетап очень бычий. Тут, ну, надо обладать особым талантом, чтобы не видеть, что мы сейчас находимся на дне вот этого замедляющего падения канала. И отскакиваем от этого дна уже вот сколько? Раз, два, три, четвертый раз. И возможно, что мы сейчас пойдем как минимум на верхнюю границу этого канала по битку. А это 47,500, 48. А дальше, я думаю, что мы ее прошьем. Потому что вот у нас был уже ложный пробой. Мы сходили на 48, отвалились вниз. И сейчас, я думаю, что мы ее прошьем и полетим дальше выше. Потому что, опять же, по Fibonacci золотой карман у нас находится на уровне 55, 55,3. Я думаю, что мы как минимум идем туда, а как максимум идем переписывать хай и стричь шортистов. Потому что просто посмотрите, сколько сейчас шортистов. В чате почитайте, в комментариях. Все вокруг шортят. Если не шортят, то выходят с рынка. Это тоже самый шорт. Если они в позиции, если вне позиции, находятся, значит, в тезере. Это тоже шорт. Лонг – это только когда вы находитесь в крипте или в позиции лонг. Таких сейчас немного, поверьте мне. Таких будет много снова на all-time high, как обычно. По TRDR тоже у нас очень плотная стенка покупателей. Стоит здесь на уровне 39 и ниже цену не пускают. Видите, как они откупают? Вот здесь появлялась плотная стенка продавца, облако продавца. После этого мы сходили в коррекцию. Сейчас снова плотность покупателя, облако покупателя. Вот эта плита стоит. Видите, какая здоровая плита? По идее, это сейчас должно отработать наверх. Стакан тоже достаточно бычий. По стакану мы видим перевес в сторону быков. И, кстати говоря, это агрегация со всех бирж. Binance, FTX, Bitfinex. Видите, тут все-все-все. Poloniex. Именно спотовые у меня настроены. Очень полезный сервис TRDR.io. Ссылку на который вы тоже найдете в описании. Там все вот эти сумасшедшие индикаторы. Вот она. TRDR.io Crypto Commons. Там все эти сумасшедшие индикаторы. Вот так вот они называются. Order Book Depth Overlay. Order Book Top Levels. И так далее. Ну и стакан вы можете настроить со всех бирж себе здесь сами, как вам нравится. Вот. Посмотрим еще несколько альткоинов перед завершением этого выпуска. Продолжаю накапливать Chia как инвестор, не торопясь, без плеч, на споте. То же самое касается интернет-компьютер. Я просто его пока не накапливаю, не торгую. Но я думаю, что там такая же ситуация ICP. И Chia тоже, посмотрите. Абсолютно идентичный график. Вбросили, падаем. Давление продавца замедляется. Покупатель потихоньку приходит в рынок. Вот такие мы видим свечи. В какой-то момент, ребята, эта штука просто по самому банальному анализу синусоиды возможностей, эта штука развернется и пойдет наверх. И вот в этот момент вы уже должны быть в рынке. То есть всю эту дорогу вы можете накапливать позицию. Это может происходить еще долго. Я не говорю, что Chia прямо сейчас за ту замунет. Сначала по-хорошему надо будет, конечно, сделать пару ложных дохлых кошек, потом развернуться. Потом пробить вот этот уровень сопротивления. Скажем, вот этот в 99 долларов или более локальный в 81 доллар. И вот тогда можно будет говорить о To The Moon. Как мы видели на Shiba, на Dogecoin, на многих других монетах. А пока мне это напоминает, конечно, что Chia, что ACP, мне напоминает Dash и Bitcoin Cash в 2019 году. То есть возможно, что мы еще два года проваляемся в этом накоплении. И меня это устроит. Я буду добирать Chia и ждать потом вот такого движения. Вот. Chia торгую на бирже KuCoin. Ссылка на эту биржу есть в описании. Регистрируйтесь по ней. Что еще видим? Basic Attention Token, кстати, мне нравится, как выглядит. Восходящий боковичок пока еще сильно не перепамплен, как многие монеты. У меня есть спотовая позиция по Basic. На маржиналке я сейчас его не держу. Но думаю, что буду набирать. Слушайте, альткоинов очень много. Я боюсь, что мы сейчас всех не посмотрим. Давайте еще буквально прям парочку. И потом лучше замутим Livestream или Cryptogon сегодня попозже. Ether Classic. Очень интересная формация. Если рассмотреть вот эту гигантскую фигуру, как падающий клин, то мы из него пробились. Да, на линейке это выглядит немного иначе. Вот так вот. Мы из него пробились. Сетка EMA Ribbon развернулась в бычью сторону. И мы прямо сейчас тестируем ее как поддержку. И вроде бы удержим ее как поддержку. Критически важный момент для Ether Classic. Если сейчас он удержит уровень 37-38 долларов и пойдет выше, и закрепится выше 40, то это бычий расклад. И это все была коррекционная история. Но если он сейчас сделает небольшой подъем B и упадет ниже, это будет C, то есть ABC. То вот здесь его надо будет добирать, понимаете? Здесь его надо будет добирать, если верить в то, что это вообще продолжение роста по Ether Classic. Потому что в целом, я вам напоминаю, он уже очень неплохо слетал. Он уже очень неплохо слетал с 4-5 долларов на 180. Это 3,5 тысячи процентов. И я напоминаю, ребят, что мы с вами на моем канале набирали Ether Classic вот здесь. Над нами все смеялись. Те, кто сейчас смеются, что мы Dash набираем. И после этого, я не знаю, удалось ли кому-нибудь забрать 3,5 тысячи процентов? Я думаю, что нет. Хотя в плече могли и больше. Но в целом, я думаю, что плавно разгружаясь, и вот здесь, и вот здесь, и вот здесь, и даже вот здесь, и здесь, вы все равно свою там тысячу-две процентов урвали. Напишите в комментариях, так это или нет. Вот. По Dogecoin то же самое у нас с вами было. Поэтому тут как бы, видите, ETC, он немного напоминает Dogecoin. Несмотря на то, что это хорошая монета, это изначальный эфир. Но тем не менее, вот график Dogecoin BTC. Посмотрите, почти то же самое. Dogecoin выдал 100x к биткоину. Опять же, мало кто их все забрал, но там они были. И тем не менее, сейчас эта штука движется вниз. Поэтому по Doge я настроен по медвежьи. По эфиру классику я настроен, скажем так, нейтрально, ребят. Я накапливаю его в долгосрок. Конечно, тут вот желтая точка еще к биткоину у него. В долгосрок я накапливаю его. Но в краткосрок я бы на него сейчас все не ставил. Вот. Что касается новых хайповых альтов, вы мою позицию знаете. Всякая луна, матик, мана, они все находятся в бычьем тренде абсолютно точно. Тут гадалки не ходи. От недельной сетки мои риббон вон покупай, оно растет. Но в какой-то момент, ребята, эта структура сломается. Поэтому я бы не лез на вашем месте ни в луну сейчас, ни в ману, ни в сэндбокс, ни во все эти штуки, которые уже сделали вот так. Потому что они стоили недавно меньше доллара, а сейчас стоят под сотку. Вот во все, что дало 100 иксов, я бы сейчас не лез, ребята. Это лично мое мнение, не финансовый совет. Вон, посмотрите просто, что было с биткоин кэш после того же самого цикла, как вот сейчас на луне, как сейчас на мане. Вот вы сейчас хотите лезть вот в такие монеты. Посмотрите, что с ними происходит дальше. Начинается супер долгий медвежий рынок. А вот сейчас биткоин кэш, когда все про него забыли и из него вышли в минуса, очень даже неплохо тарить. Вот в этом блоке, если вдруг он спустится еще ниже, это вообще агрессив бай. А так в целом это все покупки, зеленая точка и вообще глобальная очень сильная перепроданность. Вот недавно мы были уже на 1600 долларах, а сейчас стоим всего 320. Поэтому, ребята, примерно вот так вот вижу рынок. Дисклеймер, не финансовый совет. Все ссылки в описании. Хеджируемся золотом. На Femex и на PrimeXBT можете торговать золото. Сегодня выходной, воскресенье, но завтра оно откроется. Выглядит очень по-быче. Как видите, я тоже держу лонг по золоту. И на PrimeXBT тоже у меня серебро и золото в лонге. Так что, друзья, всем профитроли, хорошего настроения. Подписывайтесь на наш второй канал. Смотрите переводы конференций. И скоро увидимся. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok